Уважаемые главы государства и правительств, уважаемые члены делегаций, дамы и господа, искренне рад приветствовать вас на втором саммите глав государств и правительств форума стран-экспортеров газа. Без малого пять лет назад в Москве представители 11 стран подписали устав и соглашение о создании форума. Затем в рамках первого саммита форума была принята Дахийская декларация, в которой сформулированы и закреплены базовые приоритеты развития международных газовых рынков. Считаю, что таким образом мы заложили прочную основу для нашего долгосрочного партнёрства. И действительно, за прошедшие годы форум достаточно быстро вырос из неформальной дискуссионной площадки в полноценную международную организацию, объединяющую глобальных лидеров добычи и экспорта природного газа. Вместе с тем, убеждён, сейчас нам надо двигаться дальше, к более тесному взаимодействию, консолидировать наши усилия для эффективной защиты интересов стран-экспортеров газа, для улучшения конкурентных позиций этого перспективного и экологически чистого вида топлива. Полагаю, что ключевой задачей форума должна стать выработка солидарной позиции по вопросам ценообразования, создание условий для снижения избыточной волатильности цен, повышение транспарентности всей отрасли, что в целом будет способствовать развитию газотранспортной инфраструктуры и повышению надёжности поставок. Безусловно, необходимо развивать сотрудничество в области сбора и анализа данных об отрасли, поддерживать научные исследования мирового газового рынка. Сейчас спрос в мире на природный газ растёт опережающими темпами по сравнению с нефтью и общим энергопотреблением. По прогнозам Международного энергетического агентства, в период до 2018 года ежегодный спрос на голубое топливо в мире увеличится более чем на 16% и достигнет 4 триллионов кубометров. Это и большие возможности для производителей газа, и серьёзная ответственность для всех нас, особенно сейчас в условиях достаточно сложной мировой экономической конъюнктуры. Ведь именно в наших странах сосредоточено 2 трети – 65% доказанных мировых запасов. Мы обеспечиваем почти половину глобального экспорта газа. Поэтому наша приоритетная задача – обеспечить стабильность поставок на мировой рынок в долгосрочной перспективе. В последние годы мы наблюдаем быстрое технологическое развитие газовой отрасли, совершенствуются способы производства и транспортировки газа, увеличивая его доступность для потребителей. Расширяется промышленная разработка запасов так называемого нетрадиционного газа, имея в виду сланцевый газ, трудноизвлекаемые запасы и газ, добываемый на глубоководном шельфе, газ угольных пластов, газогидраты. В результате позиции этого ресурса на глобальном рынке укрепляются. Однако при этом возрастает и давление на страны-экспортеры. Вижу в этом серьёзный вызов для всех нас. И прежде всего речь идёт о попытках продиктовать экономически неприемлемые для производителей условия поставок трубопроводного газа, о желании изменить принципы поставок газа на основе долгосрочных контрактов, отвязать контрактные цены от стоимости нефти и нефтепродуктов как рыночного ценового индикатора, снизить уровень обязательных к отбору объёмов газа. К сожалению, проводники такой политики зачастую не понимают, что отказ от базовых принципов долгосрочных контрактов не только нанесёт удар по производителям газа, обернётся серьёзными издержками, но в конечном счёте подорвёт энергетическую безопасность с самих стран покупателей. Не надо забывать, что использование газа также является ответом на другой глобальный вызов. Увеличение доли газа в энергобалансе позволит значительно снизить воздействие на окружающую среду, улучшить экологическую ситуацию. А за энергетическую и экологическую безопасность, безусловно, всем приходится платить, что справедливо и полностью отвечает духу рыночных отношений. Без всякой примеси политизация этого вопроса. Безусловно, новые технологии добычи и транспортировки углеводородов повышают эластичность предложения на газовом рынке. Появляются новые ценовые ориентиры, в том числе и спотовые. Однако это не повод отказаться от проверенных временем и эффективных на практике инструментов, в том числе от долгосрочных контрактов и принципа «бери или плати». В совокупности эти два слагаемых энергетической безопасности обеспечивают окупаемость капиталоёмких газовых отраслей с длинными инвестиционными циклами, а значит устойчивое и опережающее развитие энергетической базы глобальной экономики на перспективу. Убеждён, необходимо сохранить справедливое распределение рисков между экспортерами и импортерами. Не могу не сказать и о введённых в последние годы рядом стран-потребителей дискриминационных ограничений в отношении поставщиков природного газа. Имею в виду прежде всего изменения регуляторного энергетического законодательства в Евросоюзе, так называемый третий энергопакет. Введение в действие соответствующей газовой директивы серьёзно ограничивает деятельность традиционных поставщиков газа на рынок Евросоюза. Поставщиков, которые десятилетиями инвестировали свои средства в развитие европейской газовой отрасли. В этих условиях ключевое значение приобретает солидарность стран-экспортеров газа. Противостоять неправомерному удавлению, отстаивать интересы производителей и поставщиков газа на внешние рынки эффективнее, безусловно, вместе. Мы хотим, чтобы наши интересы справедливо учитывались. Именно справедливо. Отмечу также, что выработка общих позиций государства-участников нашего форума по главным вопросам взаимодействия со странами-покупателями важна ещё и в контексте усиливающейся в мире так называемой межтопливной конкуренции. Эффективность, надёжность, экологичность газа – это объективные факторы. Но это не значит, что мы должны почивать на лаврах, иначе можно проиграть в соревнованиях с другими видами ресурсов. Ещё одним важным направлением сотрудничества считаю развитие новых направлений использования природного газа. Поддержку научных исследований, направленных на расширение сферы его применения. Например, более активное использование газа в качестве моторного топлива позволит в разы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Уважаемые коллеги, несмотря на все сложности современной экономической конъюнктуры, форум стран-экспортеров газа имеет, на мой взгляд, хорошие перспективы. Уверен, нам вполне поселом сформировать эффективно работающие механизмы обеспечения законных интересов газодобывающих стран. Россия готова к такому партнёрству и надеется на то, что мы с вами будем работать вместе, эффективно и надёжно, поддерживая друг друга, поддерживая мировую экономику и темпы её развития. Благодарю вас за внимание. Хочу вас поблагодарить за то, что вы сочли возможным приехать на этот форум именно в столицу Российской Федерации. Надеюсь, у вас будет возможность не только пообщаться между собой, поговорить о вопросах двусторонних отношений, о развитии газовой отрасли, ну и познакомиться со столицей нашей страны. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...